Сегодня состоялось официальное открытие финального этапа турнира. На футбольных мацестинских полях собрались 15 команд. Они разбиты на 4 группы. В первый день итогового состязания сыграли футболисты из Ярославля, Мордовии, Санкт-Петербурга, Ижевска, Красноярска, Челябинска и других регионов России. Поездка в Сочи для многих команд была утомительной. Тем не менее, на поле каждый игрок выкладывался по максимуму. Юношеский состав клуба «Ротор» совсем недавно играет в третьем дивизионе, но уже показал свой рост. В первом матче волгоградские футболисты обошли Челябинских со счетом 6-1. Наши ребята потехничнее. Хотя и челябинцы организованы, но мы более организованы. С кем сейчас еще предстоит сыграть? Шинник Ярославль, Мордовия, Саранск. Это в группе. Ну и попадем в финал, будем в финале играть. В день на футбольных полях будут проходить по 8 встреч. Соревнования обещают быть зрелищными. Ведь на этом турнире у футболистов есть хорошая возможность показать себя и войти в профессиональный состав команды. В плане спортивного совершенствования, согласно Единой всероссийской спортивной классификации, которая утверждена Министерством спорта Российской Федерации, игроки команд, занявшие здесь первое и третье место на этом турнире, получают право на присвоение звания кандидатов мастера спорта по футболу. Сегодня прошли встречи в группах А и Б. Матчи финального турнира Кубка Российского футбольного союза среди клубов футбольной национальной лиги и профессиональной футбольной лиги завершатся на следующей неделе. Финальная игра и матч за третье и четвертое место пройдут 13 октября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.